Суфийское мастерство Сейчас мы с вами, друзья, окунемся в суфийское мастерство, в философию немного. Мы поговорим о нашем восприятии, о том, как мы воспринимаем мир. Мир мы не понимаем, потому что нам его не показывают и не рассказывают, как устроен наш мир. И если бы мы знали, как устроен наш мир, мы бы не подчинялись глупейшим законам, которые над нами давлеют. И нам показалось бы абсурдным то, как мы живем. И вот философия, она, конечно, своеобразная, друзья, потому что мы можем переживать от того, что мы не знаем этот мир, а можем отнестись спокойно и сверху посмотреть на проблему и подумать, что надо бы не спрашивать и не требовать ответы. Может быть, лучше освободить себя и почувствовать себя просто частью существования, почувствовать, как ты живешь на этой земле, просто живешь в своем теле. Расслабиться, наслаждайтесь, ожидайте свое время, в котором вы должны проявить себя. Есть такая небольшая притча, где говорится так. Профессор философии пришел к мастеру Дзен Нан-Ину и начал спрашивать его о Боге, медитации и многих других интересных вещах. Мастер высушил молча, а затем сказал, вы выглядите усталым, вы пришли издалека, вы взошли на высокую гору, позвольте мне сначала предложить вам чашку чая. Профессор ждал чая, но в нем кипело внутри множество вопросов, пока вода вскипала, пока аромат чая разливался в воздухе. Мастер смотрел на профессора, словно говоря ему, подожди, не спеши, кто знает, даже чаепитие может стать ответом на твои вопросы. Тем временем профессор стал подумывать, что его путешествие было напрасным. И он про себя думал, этот человек выглядит сумасшедшим, как могут вопросы о Боге получить ответы во время чаепития. Но он очень устал. И, конечно, он подумал, ну, наверное, неплохо выпить чашку чая перед возвращением. Тут мастер принес чайник. Он начал наливать чай в чашку. Когда чашка наполнилась, он продолжал лить. Чай полился на блюдце, потом блюдце наполнилось тоже. Но мастер продолжал лить, и горячий чай полился на пол. Профессор воскликнул, что вы делаете? Разве вы не видите? Чашка полна. Блюдце тоже. А Нан-Ин сказал, точно тоже и с тобой. Твой ум так переполнен вопросами, что даже если я отвечу, в тебе не будет пространства, чтобы принять ответ. И я говорю тебе, пока ты здесь, твои вопросы переполняют этот дом. Эта маленькая хижина полна твоими вопросами. Возвращайся. Освободи свою чашку, а затем приходи. Сначала создай маленькое свободное пространство в тебе. И вот с этим пустым пространством приходи, чтобы его была возможность наполнить. Наполнить ответами, которые нужны тебе. Наполнить теми знаниями, которые тебе необходимы. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Пишите, если вам что-то непонятно, или вы хотите иметь индивидуальные занятия по суфизму. Пожалуйста, пишите, приходите. Или просто, друзья, помогайте каналу. Субтитры создавал DimaTorzok